Да, привет, друзья! Да, День Валентина, да, Наташа, как? День Валентина, вот цветочки, пожалуйста, вот там увезу я тебя в тундру, ну, это с песней, а это корабль, на котором мы плывём, да, подключаю коллективный разум, давайте советы, пожалуйста. Пишите, что там добавить, что убавить, а я вам сейчас хочу полезное. Обычно, когда ко мне обращаются со страхами или с какими-то недугами, там, плохой сонды и так далее, я в первую очередь советую, чтобы 10-12 дней подряд каждый день записывали атмосферное давление, температуру, геомагнитную обстановку и осадки, дождь, ветер, там, вот это. Ну, открывайте интернет, вставите дату и, значит, погоду смотрите. Вот по этим четырём параметрам. Это первое. Второе. Дело в том, что у кого страхи, например, паничные состояния, всякие там фобии и так далее, у них часто, часто бывает, не всегда, но часто, нарушение кровообращения мозга. В клетки мозга не поступает достаточно кислорода, и поэтому сразу спазмы, поэтому сразу неприятности. Как только там закрытое пространство, лифт там или там заходишь куда-то, или на открытой площади, где приходится напрягаться, сразу вот нужно больше подачи кислорода в крови, а там вот где-то может быть мышца заблокирована. Поэтому, чтобы наладить кровообращение, нужно в первую очередь повернуть спокойно, не поднимая плеча, голову направо до конца, без насилия над собой. Потом повернуть налево голову, не поднимая плеча. Посмотреть угол поворота, одинаковый или нет. Куда-то легче, куда-то труднее. Да, если вы замечаете, что в какую-то сторону вам поворачивать гораздо легче, да, определите для себя на пальчик, на два пальчика, на три пальчика. Если больше, чем на пальчик, это точно вам надо первые 3-4 дня, 2-3 раза в день, по 10-15 секунд массировать эту зону. Да, как это делается? Точечный массаж. Кладёте руку на руку, подбиваете её, чтобы кисть была свободная. От затылка до плеча и от затылка до лопатки находите больную точку. Без фанатизма, мягко ходите вы или сидите вы, и вы вот так спокойно подбивая, чтобы рука была свободная, массируете. Потом проводите вот здесь. Нашли больное место, мягко массируете. Вот так вот. Справа или слева, 2-3 раза в день, по 10-15 секунд, больше и не надо. 2-3 дня прошло, вы заметите, что вы гораздо свободнее шею поворачиваете. Ни в коем случае у кого такая проблема. Ни в коем случае не нужно чемодан закладывать на полку. Не нужно подтягиваться на турнике, чтобы не прессовать этот участок. Понятно, да? Следующее действие. Разминание ушей. Мягко разминаете ушки. Мягко разминаете ушки и мусочек за ушами. Мусочек за ушами. И узелки на память. Это скорая помощь. Берете сразу, 10 пальчиков, обжимаете или ногтем продавливаете. Как больнее, так и делаете. Только боль должна быть небольшая. Но 10 болей. Это как нашатырный спирт. Помните, девочка в обморок падает, ей нашатырный спирт раз, и она раз и пришла в себя. Вот это скорая помощь. Называется узелки на память. Дальше я расскажу в следующих роликах. Делайте, пожалуйста. Только делайте, пожалуйста, без насилия над собой. Мягко, аккуратно и так далее. И никаких напряжений шеи делать нельзя. Наоборот, делайте так, чтобы все становилось свободнее. А вот эти точки как раз таки и разминание ушей помогают этому. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok